здравствуйте на сегодня коротенький обзор это по клинкам н 690 сталь вот м 390 тоже есть раз два три четыре клинка но я еще пока не знаю заберут их или нет поэтому пока не буду показывать чтобы как бы не быть потом голословным как бы вот вроде бы были и вроде бы нет и поэтому посмотрим по клинкам н 690 нержавеющая импортная сталь вот только что это делал ну принципе они вчера у меня были почти готовы сегодня так по мелочам вот тут пройтись надо было там тут и все протереть чуток это испарина пальцев какие холодные пальцы теплые и что сейчас я покажу вблизи посмотрите на плоскость на плоскость вот может быть на отблеске получится вы видите такие бугорочки как бы типа есть такие полиции полированные вот это это вот здесь тоже может быть будет видно ну и перчатки они знаю что им только протирать вот это бугорочки они не то что может быть даже подумали это не качество шлифовки там от этого не зависит нет это не в полировке дело это как же показать то я не знаю как это показать вот эта сталь закалена по максимуму и она выдала вот эти вот легкие такие пупы о вот видно смотрите плоскость вот вот она поэтому выдает вот такие вот какие-то странные бугорочки как будто как будто как будто следы ковки но если нет их следов ковки также вот здесь вот устрия такие же чуток есть вот в остальном все хорошо все блестяще но стали закалены по максимуму это же тогда единица больше только стали калить нельзя потому что она будет хрупкой хрупкой это как это так воткнули вот так раз немножко он сломался сразу же вот этот клинок не сломается так потому что у него есть вот этот вот предел по прочности которая не дает вот так вот просто взять и сломаться то есть ну по уму закалены по уму какие скользкие не возьмешь как ледяшки вот вот смотрите плоскость вот они вот на рябь и слова подобрал даже правильная рябь вот ножам охотник несколько клиночков вывешу на сайте в наличии несколько уже сейчас прям заберу но и одно и то же принципе показываю заберу для сборки ножей хочу пару может даже тройку ножей таких вот собрать немного размяться от железа отдохнуть особенно такого нержавеющего вот и сделать рукояти модные интересные не особо дорогие не особо дешевые чтобы как бы вот так вот давно хотел это сделать вот почему отдохнуть потому что сталь любая вот нержавеющие вообще без разницы какая она носит полноценно нормально нержавеющие какая там там 95 65 там 30 там всякие прочие вот это в счет не берем сразу же с этим с импортными сталями они они напряжены они напряжены в работе напряжены тем что они в термообработке очень сложные поэтому там просто на раз-два не отделаешься во вторых напряжена очень их шлифануть по грубому терпимо а вот как вот на мелкое все это выходит особенно к этой полировки ближе дело и все и начинаются там пляски с бубном потому что эта сталь практически не шлифуемая она шлифуется да ее можно сделать прям и вообще идеальное зеркало вот клинок потом будет не купить вот он будет слишком дорогой и поэтому вот так вот то есть если даже посмотреть там по магазинам пошарить вы заметите что все клинки там просто драны просто вот показать даже не на чем они после термообработки прошлись как бы вот так на крупный весит примеру по белгородскому зерну сравнивать то где-то примерно шестом номере пробежались сказали это затем это нормально и все и за счет чего клинок становится реально дешевле но вид у него реально как говорится сделай сам да делай сам называется там вот и поэтому тут есть выборы либо сделать вот такой вот такую заготовку драную вот это вот не шлифованную либо сделать вот такой вот зеркальный какой тот клиночек и чтобы он был реально душу радовало грел своим блеском пускай холодным вот так вот это все происходит жду не дождусь когда я начну заниматься с дамасским клинками поэтому клинкам все из дамаски клинков у меня тут много моделей давайте покажу так всего если я не ошибаюсь меня есть 21 штука вот столько у меня дамаска это вот таких вот еще в заготовках размеченные подготовленные к шлифовке взрезки точнее и что хотел сказать по этому поводу то есть клинки будут из-за ламинатора дамаска где опять же будут вот центральная будет вот это основная вот эта режущая часть 9хс такая очень очень бодрая стойкая сталь именно для режущей кромки самые вообще прям то и обкладки будут шаха 15 у 10 никель в цветном таком все будет все будет в цвете все красиво и несколько клинков из них будут немного другими а это какие сейчас я вам покажу так чтобы под рукой тут лежит вот какие не будут ну вы знаете как 9хс выглядит например вот до сюда 9хс идет дальше там вот этот рисунок там с никелем туда-сюда и вот здесь 9хс тоже выглядывает а как его будет с другими клинками которые примеры с торцевым дамаском будут это будет принципе то же самое но вместо 9хс вот это вот место будет занимать торцовый дамаск потом дальше будет идти никель потом сверху будет опять торцовый дамаск но никель будет опять в пакете шаха 15 у 10 ну не знаю мне кажется будет тоже интересно очень модель получится я их опять же сделаю цветными и этот цвет ранее ранее когда-то вот лет шесть семь не помню уж восемь назад такие клинки производились и они очень пользовались успехом они были очень красивыми но вот надеюсь что у меня получится что-то подобное и вот очень хочу заниматься дамаском потому что я реально по углеродистым маркам просто скучаю пока вот бабашусь вот с нержавеющими вариантами и все сейчас я плавненько плавненько выдергиваю отсюда клиночки и начинаю подготавливать под рукояти этом все принципе нас есть мало поэтому на этом все увидимся мне кажется уже на обзоре готовых ножей вот из таких вот клинков всем спасибо за внимание до новых встреч увидимся